Крыши текут, ветхое жилье разваливается, подвалы затоплены. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Хотели бетонную, получили асфальтовую. Как жители Барнаульской пятиэтажки боролись за качественную отмостку? Сюда приехал подрядчики и начали работу. Мы всячески хотели прекратить это. Пришлось вызвать три наряда полиции. В центре города развернулась бойня за въезд на территорию жилых домов. Там поставили шлагбаум, а на проезжую часть установили гаражи. Захотели и построили. Ни пожарка не подъедет, ни скорая не подъедет. У нас перекрытие все деревянное. У нас газофицированный дом. Жители дома номер семь на Островского борются с нерадивой, по их мнению, управляющей компанией. Они считают, что их деньги расходуют нецелесообразно. А точкой кипения стала асфальтовая отмостка, установленная без их согласия. Как попало, то есть наляпали, все вот. Такая отмостка дома теперь защищает фундамент здания от сырости и проседания. Кстати, жильцы были категорически против такого укрепления. Собрали подписи, 59 подписей. Люди отказались от асфальтовой отмостки, потому что асфальт это буквально на 3-4 года. Это деньги на ветер. И, естественно, нам нужны бетонные отмостки. К директору управляющей компании жильцы обратились лично с официальным документом о несогласии. В ответ услышали «отмостки быть», подчеркивает председатель дома. А началась эпопея с сентября прошлого года. Тогда работу удалось остановить. В этом же году, 1 июня, подрядчик начал укладку вновь. Жильцы пытались помешать, вызывали полицию, не помогло. Итог, работа и недовольны. Ну здесь же ничего нету, ни гравия там или что положено. Вот смотрите, прямо вот на траву, то есть на землю. Такое удовольствие обошлось в 240 тысяч рублей. Смету предоставили с боем. Кстати, помимо текущего ремонта, собирают деньги и на прочие расходы, говорят жильцы. По их мнению, средства уходят на сомнительные операции и нецелесообразно расходуются. Сделали нам пластиковые окна без внутренней отделки. Когда жильцы попросили сделать внутреннюю отделку, нам выставили сумму 280 тысяч. Конечно, мы не согласны. Многие жители сделали в седьмом подъезде своим путем за 500 рублей всего. Дыры, смотрите, например. Начиная вот отсюда, вот дыры. В нашем подъезде, то есть я живу в первом, вот досюда. Жалуются и на бесконечный холод зимой в подъездах, неприятный запах канализации, подтопление подвала. Вода стоит по колено. А откуда это берется-то? Это все просто интересно. Обращайтесь в живу. Канализация чистая. Извиняюсь за выражение, дерьмо. Воняет, в хату зайти невозможно. Здесь все было затоплено. А вот видите, куда остатки? Вот, потому что покрылось вот таким вот. Смотрите, плесень-то-то вся. УК заменила фановые трубы, говорят жильцы. Они выполняют функцию вентиляции канализационной системы. Первую зиму опять же пришли с ДЭЗа. Они все замерзли в фановые трубы. И все, они какую проблему не решили. Она стоит, какая-то женщина, я не знаю, говорит, а что я должна сделать? Обнять ее, что ли, греть? Я говорю, ну вы если не видите другого решения, обнимите и грейте. Почему я должен страдать-то? Трещина вот идет с этой стороны по всей квартире. Через квартиру прямо? Да. И туда выходит, они поставили какой-то это, укрепитель там, и он уже упал. То есть она расширяется, они ничего не делают. Вот, поставили, и она отвалилась. Вот видите, какая трещина. Вот, везде. Трещина в стене красуется уже больше пяти лет. Обращение в ЖЭО безуспешно, говорит Татьяна. Жалуется и на квалификацию обслуживающих специалистов. В декабре месяце сантехники не могли на доме отопление подключить. Что это такое? Ну вот, вы знаете, вот вопросов вот таких, и каждый год все хуже и хуже. Они просто обнаглевшие. Жители дома хотели бы сменить управляйку, однако, по их словам, на них оказывают психологическое давление. Бабушек у нас всячески приходит и говорят, вот знаете, нужно вам будет менять все документы, то есть что пенсию переделывать нам нужно будет там, ну и тому подобное. И вот приходят их всяко запугивать, чтобы лишь бы, то есть, ну не переходили. Домкома постоянно третируют там, выгоняют из ЖЭО, оскорбляют. Она приходила ко мне, плакала он даже. Это что? Мы хотели пообщаться с представителем управляющей компании ДЭС-2, однако генеральный директор от любых комментариев отказался. На Ленина 93 не пройти, не проехать. Мы не смогли заехать на место съемки, что уж говорить об аварийных службах с крупногабаритным транспортом. Гаражи поставили прямо на дорогу, и жители возмущены тем, что при возникновении экстренных ситуаций ни скорая, ни пожарная машина просто не смогут к ним попасть. Жильцы дома переживают за собственную безопасность. Дом газифицирован, и перегородки деревянные, подчеркивают они. Нам дорогу разобьют, будем делать за свой счет. Компания не будет, нам никто делать. Это все мы за свой счет. И вот навалили гравий, целый день сварка. Ну так нельзя, знаете, прямо вот под окном. Ну мало ли, что я хочу. Или как, у кого много денег, тот и прав. По словам жителей, около недели назад до стройки гаражей был свободный въезд и доступ ко всем домам. Тогда же установили и шлагбаум. Вот раз, два гаража. Вот здесь прямо конкретно. Вот сносили угол, вот этот. Правность здесь нет. То есть вот эти два гаража, они переставили вон туда? Просто переставил. Он их не демонтировал, просто переставил. Ранее эти гаражи, установленные владельцем торгового центра, стояли на погребном кооперативе. И решением суда постановили их снос сроком до 15 июня. Незаконные установленные гаражи подлежат сносу. Причем решение это было вынесено администрацией района, железнодорожного района и подтверждено в суде. Гаражи перенесли, автомобильная стоянка осталась. Табличка машины не ставит, не останавливает людей. Парковать транспорт прямо над погребами, возмущаются жители домов. Посмотрите, что творится. Люди боятся и продают ему эти погреба. Потому что здесь уже скоро на голову упадет кирпич. Что можно хранить в этих погребах? Тут все сгниет. Тут обвалится скоро все. Платная стоянка здесь была и раньше. Жителям она давно не по душе. Вот у меня окна. Я живу в 97-м доме. Я не могу открыть. Это парковка. Когда голосом Левитана громогласно. Уберите машину. Уберите машину. Или поставьте ее передом или задом. Какая ему разница? 12 часов ночи. Это постоянно. Постоянно. Уже много лет. Администрация железнодорожного района сообщила. 5 июня сотрудниками был осуществлен выход к дому. Специалистами установлено. На территории проезда к дому расположен железобетонный гараж. Согласно выписке из ЕГРН, земельный участок с проездом по адресу проспект Ленина 93-Б предназначен для эксплуатации магазина и ателье по пошиву меховых изделий. Право собственности зарегистрировано с 2014 года. Это значит, что собственник данного земельного участка вправе устанавливать ограждение, производить платный проезд в пределах границ своего земельного участка. Однако жители близлежащих домов категорически не готовы мириться с таким соседством. Мы будем обращение составлять до Москвы. До решения всех уровней. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Коммунальный патруль.